Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня хочу поделиться с вами очередными своими изысканиями то, что я подсмотрел у других ребят и что придумал сам. Сегодня речь о трицепсах. Все вы прекрасно знаете, что большую часть масс рук составляют именно трицепсы. Все усердно качают бицепсы, забывая о трицепсах. Но те ребята, которые прокачивают трицепс больше, чем бицепс, имеют идеальные руки. Эти пропорции всегда нужно соблюдать. Но у многих из нас с вами случаются казусы, проблемы, когда болят связки, может быть, брахиалия сета или болит локоть. Все, кто более-менее долго тренируется, испытывали это. Все мы прекрасно знаем, что французские жимы, особенно лежа, сидя из-за головы, одни из лучших упражнений для массонабора. Но также мы все прекрасно знаем, что эти упражнения и самые травмоопасные. Больше всего болят локти именно после французского жима лежа. Но сегодня я покажу вам упражнение одно. Это упражнение подсмотрел у всеми нами любимого Декстера Джексона. Старина Джексон плохого не посоветует. Я попробовал, убедился, насколько это упражнение эффективно и при этом не вызывает боли. Но вы все сможете прекрасно набирать массу рук, используя данное упражнение. И опять-таки к вопросу, у кого какое оборудование в зале. Но потому что все любят качать бицепс, станки на бицепс есть у всех. И я покажу вам, как прокачивать трицепсы, используя станок для бицепса. На первый взгляд это кажется невозможным, неудобным, но это крайне эффективное упражнение. Оно комфортно, когда вы научитесь его выполнять. Советую начать делать это упражнение с легкого веса просто для того, чтобы прочувствовать, понять саму суть, биомеханику упражнения. И уже с четвертого-пятого подхода на первой тренировке вы почувствуете, как работает данное упражнение. Чем хорошо данное упражнение? Оно позволяет опускать руки далеко за голову. Трицепсы растягиваются неимоверно. И вы стартуете из растянутой позиции. А вы все прекрасно знаете, что это и есть одна из составляющих успешной прокачки любой мышечной группы. Нужно воспользоваться этим по полной. Итак, смотрим, что же советует старина Джексон и как нужно тренировать трицепсы, когда у вас болят локти, но при этом вы хотите набирать мышечную массу. На первый взгляд может показаться, что выполнять данное упражнение будет некомфортно, но это не так. Вы быстро научитесь принимать стартовую позицию. Главное упереться ногами. Хорошая отпора должна быть. Локти кладете на подушку и начинаете выполнять движения. Как вы видите, вы можете опускать руки очень далеко за голову. При этом локти не испытывают перегрузки, как в работе со штангой во время французского жима лежа. Это очень важно. Но грузится трицепс гораздо больше, гораздо эффективнее. Вы это почувствуете сразу же после первого подхода. Делайте это упражнение именно после разогрева вторым упражнением. Либо первым. Вы можете показать хорошие рабочие веса на 12, а то и 15 повторений. Трицепс получит колоссальную нагрузку. Вы шикарнейше загрузите все три головки трицепса. Вы почувствуете его работу, как нигде в другом упражнении. Попробуйте. Это отличное массонаборное упражнение для трицепса. Настоятельно рекомендую вам его делать. Поначалу используйте легкие веса, чтобы научиться технически грамотно выполнять упражнения, занимать стартовую позицию и выходить из упражнения тоже необходимо грамотно. Главное, как мы помним, это техника и здоровье наших с вами суставов. Следующее упражнение я посмотрел также у известного бодибилдера, на этот раз нашего соотечественника Александра Федорова. И Джексон, и Федоров обладают просто огромнейшими руками. И трицепсы, и бицепсы на уровне. Причем пропорции идеальные. И отлично смотрится внешняя составляющая, как трицепса, так и бицепса. Поэтому, ребята, сам не знаю, когда раньше до этого не дошел, смотрите, о чем я говорю. А конкретно мы будем делать тоже французские, можно сказать, жимы, но используя при этом вес собственного тела и любую опору. Это могут быть как стойка и лежащий на них гриф. Могут быть любые две параллельные опоры. Как вам удобно, как только вы сможете приспособиться. Выполняйте данное упражнение, и вы тоже будете чувствовать, как прекрасно работают трицепсы. Единственное, если первое упражнение, которое нам советует делать Джексон, можно и нужно выполнять в начале комплекса, то упражнение, которое советует Федоров, лучше всего выполнять уже под конец тренинга рук. Смотрим, о чем речь. Это одно из самых легких, на первый взгляд, упражнений из тройки, которые я вам сегодня рассказываю, но настолько же эффективное. Опять-таки, имитация французского жима, но работать вы будете с собственным весом. То, как близко или далеко вы встанете, насколько высоко или низко вы опустите опору, будет лимитировать нагрузку на трицепсы. Подберете для себя оптимальную. Также негативная фаза движения должна быть медленной, можете взрываться в позитивной фазе. Вы также будете чувствовать, как работает трицепс. Невероятная наполненность. Пробуйте, выполняйте. Самое главное, на первых этапах не спешить, не торопиться и четко обучиться технике, чтобы организм сам знал, как работать, с каким весом. И вы уже работали, не думая о том, что сможете получить травму. И третье упражнение, я уже не помню, откуда оно взялось в моем арсенале. Скорее всего, я придумал его сам, как раз-таки, когда у меня болели локти и болело именно сухожилие, когда болел брахиалиас. После того, как я с дуру начал подтягиваться без разминки. Не забывайте, что даже на подтягиваниях и на брусьях необходима разминка. Как общая, так и специальная. А о том, как делать специальную разминку для подтягиваний и для брусьев, у меня есть два отдельных видео на канале. Я уже давно снял. Советую вам найти, посмотреть, если хотите, чтобы у вас всегда были здоровые связки, сухожилия и не болели локти. Итак, о чем третье упражнение? Какое третье упражнение? Третье упражнение самое качественное с точки зрения выполнения биомеханики. Единственное, нужно соблюдать некоторые нюансы. Это нам понадобится кроссовер или одиночный блок. Поднять его нужно будет вверх, на верхний уровень. Стать к блоку боком. И самое главное, следить за тем, чтобы плечи не опускались вниз. Следующее, о чем нужно помнить, вы должны выполнять движения подконтрольно-медленно. Особенно негативную фазу. Позитивную фазу можете ускорять, но негативную замедляйте. Выполняйте данное упражнение на 15 повторений минимум. И вы прочувствуете, насколько оно эффективное. Чем мне нравится данное упражнение? Тем, что оно позволяет прорисовать подкову трицепса, даже не сокращая жировую прослойку в общей массе тела. Звучит фантастически, но попробуйте. Через две недели сами скажете мне спасибо и будете удивлены, насколько качественно вы будете чувствовать ваши трицепсы. Встаньте боком к блочному устройству. Именно боком четко параллельно самому кроссоверу. Вы почувствуете сразу, почему необходимо встать именно боком. Следите за тем, чтобы ваше плечо не опускалось. Особенно опускается плечо руки рабочей. Нужно четко стоять и желательно так, как будто вы показываете широчайшие спереди. Затем четким подконтрольным движением опустить руку вниз и в сторону. Это очень важно. Второй важный момент в данном упражнении – выполнять негативную фазу движения медленнее, чем позитивную. Как в принципе и во всех упражнениях, которые я советую. Ваша подкова на трицепсе после нескольких тренировок уже в данном упражнении будет отчетливо видна, даже если вы не снизите процентное соотношение жира в организме. Это очень красиво и важно. Ну что, друзья, я вам посоветовал три упражнения на трицепс, которые вы, скорее всего, не знали и не делали. Попробуйте их. Не старайтесь вносить все три упражнения сразу в тренировочный свой график. Попробуйте на одной тренировке одно упражнение, на другое – другое, на третьей – третье. А также попробуйте различные режимы тренинга. Первое упражнение от Декстера, оно отлично подойдет для классического кача, когда мы с вами тренируем гликолитические мышечные волокна. Также подойдет и для промежуточных мышечных волокон. А второе и третье упражнения подойдут уже для окислительных мышечных волокон в различных режимах. А вы знаете, что окислительные мышечные волокна, как в принципе и гликолитические, мы можем прокачивать различными вариантами. Лично у меня есть пять разных тренировок только для проработки окислительных мышечных волокон. Все это вы можете найти в моей закрытой группе тренинга, где я даю на каждую новую неделю новый тренинг, основанный как раз таки на принципе различия мышечных волокон. И на силу мы тренируемся. Несколько вариантов тренинга. Мы тренируем выносливость. А вы знаете уже, если вы грамотные люди, что тренировка выносливости это не тренировка сердца. Тренировка сердца полная чушь. А тренировка выносливости это тренинг как раз таки на окислительные мышечные волокна. Также мы будем тренировать, повторюсь, силу, промежуточные мышечные волокна, гликолитические, окислительные. Все это в режиме циклирования. Каждая новая тренировка на одну часть тела будет новой. Смотрите, вступайте, нас уже там почти 100 человек. Вступительный взнос в группу всего 150 долларов. Либо вы можете набрать тысячу лайков и тысячу репостов под данным видео. И также получите вход в данную группу совершенно бесплатно. Выбирайте любой удобный для себя вариант. У кого же категорически не хватает денег, вы знаете, что вся моя информация и в видео уроках, и в статьях на моем сайте hmgym.ru совершенно в свободном доступе. Есть варианты тренинга на любые типы мышечных волокон. Есть статья огромная, как построить тренировочный цикл график самостоятельно. В общем, если вы хотите грамотно во всем разбираться, сохранить деньги, вы можете делать это самостоятельно. Тех же, у кого денег нет, либо нет времени, просто воспользуйтесь разными способами для того, чтобы вступить в мою группу. Увидимся в следующий раз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok